В столице прошел концерт эстрадно-джазового ансамбля «Жигир». Музыкальный вечер во дворце «Жастар» артисты посвятили Дню Республики. Сейчас по всему миру активно развивается электронная музыка. У нас живая инструментальная музыка. Компьютер не сможет также передать эмоции. У нас живой звук, живой вокал, живая энергия. В концертную программу вошли вокальные, эстрадные, джазовые и инструментальные произведения известных казахстанских и зарубежных композиторов. Вы знаете, я в свое время ездил в Лос-Анджелес на международный джазовый фестиваль. Я действительно член ассоциации. Мне бы хотелось, чтобы не так, как я ездил, грубо говоря, один, а чтобы со мной поехал туда непосредственно весь наш коллектив, чтобы мы посмотрели на родину джаза, что это такое, как это там воочию звучит. Ну и естественно, мы хотели бы показать свою музыку. Обширный репертуар коллектива составляет как джазовая классика, так и современные композиции, в том числе и сочинения художественного руководителя Рустама Амирова. В зале Астана состоялся концерт песен из репертуара Анны Герман «Эхо любви» в исполнении лауреатов международного фестиваля песни «Анна Герман» в Варшаве. Реализуется этот фестиваль уже с 2014 года. В перерывах его организаторы и участники посещают страны, с которыми были связаны жизнь и творчество Анны Герман. В этом году выбор пал на Казахстан, в котором она провела свои детские годы. Мы ездили в Узбекистан, мы дали два красивых концерта в Узбекистане и раньше дали в России. Так что очень любят люди творчество Анны Герман. Аккомпанировал солистом из Польши и Казахстана симфонический оркестр Государственной академической филармонии имени Ерки Гали Рахмадиева под управлением польского дирижера Тома Шалабуня. В программе концерта прозвучали самые популярные песни из репертуара «Анны Герман такие, как «Мне нельзя любить тебя», «Когда цвели сады», «Жар птица» и многие другие. Знаменитое «Эхо любви» исполнили Али Куптлеу и Кая Минована. Это очень важный момент для нас, для нашего фестивала, на котором выступают представители всех стран, с которыми была связана жизнь и творчество легендарной великой певицы, которая является не только белым ангелом, но и послом мира и дружбы. В столице открылась выставка одного из мэтров казахстанского фотоискусства Николая Мохерева. В выставке дали название «Павлодар и павлодарцы». Николай Мохерев ушел из жизни в этом году. Он оставил после себя уникальную фотолетопись индустриального развития и жизни Павлодара с 70-х, 80-х годов. Это время Павлодара, когда отступал город старый, дореволюционный, и ему на смену приходил новый город. И вот как раз Николай Николаевич, он смог запечатлеть вот этот как раз переход от старого к новому. Сейчас павлодарцы находят себя на старых фотографиях в социальных сетях. Они дополняют их своими историями в комментариях. Наследие Мохерева – это история не одного города, а всей страны и ее народа. Выставка в столице открылась в рамках фестиваля «Река жизни». Он посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Фестиваль называется «Река жизни». Это та самая река, которая течет долго и соединяет и жизни наших государств, и России, и Казахстана. Исток у нее давно-давно уже произошел, и она становится все шире и шире. И вот подобные события, подобные фестивали – это безусловный вклад в эту реку с тем, чтобы она не мельчала. В насыщенную программу фестиваля вошли такие мероприятия, как книжная выставка, музыкально-поэтическая композиция «Крылатая исповедь вольных сердец» и выставка казахстанских художников Светланы и Дмитрия Шалуновых. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 26 октября в Кокшитау выступит труппа Тимиртаусского театра для детей и юношества. Здесь пройдет комедия «Баба Шанель». 26, 27 и 28 октября в Театре имени Шанина пройдет показ постановки «Аджалман Гассер». 27 октября симфонический оркестр «Биэн Тимокистра» представит гостям Дворца культуры горняков в Караганде уникальный концерт «Мир турецких сериалов». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok